Приземляясь в аэропорту на Бали, издалека можно видеть силуэт завораживающей статуи огромных размеров. Причем с первого взгляда непонятно что это, птица или дракон или еще какое-то мифическое существо. И от этого становится еще более любопытно узнать, что же это за громадина виднеется там вдали. А это одна из самых больших статуй в мире. И следующей моей локацией стало это строение невероятных размеров. Всем привет, это Индонезия, остров Бали или Бали. Сейчас я приехал на такую локацию, здесь огромная статуя. Горуда Вишну Кинчана. Статуя расположена на острове Бали в самом центре полуострова Букит на возвышенности. Она находится на территории культурного парка, открытого совсем недавно, в 2018 году. Парк носит религиозно-тематический характер и посвящен индуистскому богу Вишну и царю птиц Гаруди. В индуистской религии бог Вишну вместе с богами Брахма и Шивы входит в триаду главных божеств. Он считается защитником мироздания и людей, является символом мирового равновесия. Это самый популярный среди всех богов на Бали. А Горуда это получеловек и полуптица в образе орла. У него тело человека, крылья, когти и голова от птицы, хотя часто его изображают просто как орла. Горуда является символом могущественного существа, ответственного за сохранение природных сил. Он является неизменным спутником Вишну. История гласит, что Горуда сдержал свое обещание Вишну быть его вечным проводником, поскольку Вишну освободил его мать от рабства. Вишну и Горуда символизируют пребывание в полете, чтобы спасти мир от нападения злых существ. Статуя описывает Вишну в медитативном состоянии, с полузакрытыми глазами, в полном покое и безмятежности, сидящего на спине верного спутника птицы Горуды. Название Горуда Вишну Кинчана происходит от имени этих фигур, а слово Кинчана означает золото, которое также присутствует в оформлении этой статуи. На строительство статуи ушло 28 лет и 30 миллионов долларов. Проект Горуда Вишну Кинчана был разработан в начале 90-х и начат в 1993 году. Но в конце 98 года строительство было приостановлено из-за экономического кризиса. Возобновилось строительство только в 2013, после 16-летнего перерыва. Религиозные деятели острова жаловались, что ее огромные размеры могут нарушить духовное равновесие острова и что ее коммерческий характер совсем не уместен. А еще без специального разрешения строительство на Бали выше 15 метров запрещено, так как ни одно строение не должно быть выше храмов на Бали. Иначе это будет оскорблением богов. Также местные активисты осудили план строительства мегапроекта, утверждая, что по индуистскому верованию статуя Вишну должна быть построена в северной точке острова, а не в южной. Но при большом желании и хорошем финансировании договориться можно со всеми, и в итоге в 2018 году была торжественная церемония открытия, в которой участвовал даже президент Индонезии. Высота статуи вместе с постаментом 121 метр, а в ширину она 65 метров. По проекту статуя может выдержать шторм и даже землетрясение. Ожидается, что она будет стоять в течение следующих 100 лет, без капитальной реставрации. Статуя установлена на высоком постаменте, в котором расположены музей, смотровые площадки и ресторан. Взял велосипед, забавный, еще и без багажника. Тут у всех с багажниками. Можно попасть внутрь, но только до 5 часов вечера. Фонтаны здесь. Так, захожу внутрь. Ну вот так вот зашел в этот музей. Зашел внутрь, а тут говорят, чтобы подняться наверх. У них высота 33 этажа и на 9 этаж. То есть как бы 2 комнаты. Гид там еще будет рассказывать историю. Не до конца понял, что там, конечно, но вход 150 рупий на вот эти этажи. То есть это слишком уж. Короче, я так думаю, это того не стоит. Сейчас прогуляюсь вокруг по территории. А внутрь, я думаю, нет смысла идти вообще. Это костюмы драконов тут, когда вот одевают задницу и перед и управляют вдвоем. Живую не видел никогда. Да, ну 150 рупий отдавать просто за вход, за смотровую площадочку. Как-то вообще не вариант. Давайте посмотрим, что здесь на территории вокруг. Ну что, поехали на велике прокатимся. Посмотрим, какой здесь вид вообще. Где ты, мистер? Из России. О, Россия, Россия. Да, я знаю. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому. До свидания. Парк состоит из нескольких площадей, разных зон и достопримечательностей. На территории парка проводится много фестивалей и концертов. Что интересно, здесь есть две отдельные скульптуры и вишну, и гаруду. Получилось так, что наполовину законченный памятник был отвергнут индуистскими религиозными лидерами. Из-за разногласий, изготовление статуи остановилось. А когда все вопросы были урегулированы, было принято решение изменить статую и переделать ее заново. Вот здесь мы видим отдельную, недоделанную большую статую вишну с закрытыми глазами. Здесь вишну даже без рук. А здесь статуя Гаруду. Гаруда еще является национальным символом и изображен в виде орла на гербе. Продолжение следует... Этот парк еще не достроен. Ресторан я вообще рекомендую. Вкусно. Хорошая подача. Но и недешево. Здесь еще планируют открыть аквапарк небольшой. Будут горки. Еще что-то будет. Ну, короче, достраивается. И будет потом все это дело еще круче. Это Бали в Индонезии. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Смотрите другие видосы. Встретимся в следующем видео. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok